Глубо уважаемые коллеги, широкое применение скрининга простатспецифического антигена, который хорошо всем известен, привел к тому, что во всем мире, так же как и в Российской Федерации, в России, возросло количество уявляемого локализованного рака предстательной железы ранних стадий. Это рак опли низкого онкологического риска, достаточно молодые активные мужчины, которым предлагаются радикальные методы лечения, радикальная простатоктомия, лапароскопическая, роботосистированная, дистанционная лучевая терапия. И как мы все хорошо знакомы с теми осложнениями, которые возникают после этих методов лечения. И в мире в связи с этим стали широко развиваться новые технологии, малоинвазивные методики, хорошо известные брахиотерапии, криооблация, высокоинтенсивная ультразвуковая облация, экспериментальные методики, лазерная термотерапия, потодинамические, необратимая электропорация, то есть таких методов становится все больше и больше. Что касается брахиотерапии, то известно, что она бывает высокодозной и низкодозной. Высокодозная – это временное излучение, иридиум-192, и постоянное излучение – это источники ЙОД-125, низкодозная брахиотерапия. Что касается рекомендаций, то высокодозная брахиотерапия может быть выполнена за одну или несколько фракций облучения, нередко ее сочетают с наружной лучевой терапией. В одном из исследований было показано, что при длительности наблюдения больше 9 лет показано, что после брахиотерапии биохимического рецидива не возникает 85-67% пациентов с низким, умеренным и высоким онкологическим риском. Существует единственное рандомизированное исследование на 218 пациентах. Одна группа получала только наружную лучевую терапию, вторая группа получала комбинированное лечение, наружную лучевую терапию с высокодозной. И отмечено, что во второй группе результаты были лучше. Основными преимуществами высокодозной брахиотерапии, согласно рекомендациям МАГАТЭ 2015 года, это устранение радиационных доз на персонал посетителей, исключение подготовки и транспортировки источников для каждого пациента, это меньший дискомфорт, меньший риск и меньшее пребывание пациента в стационаре. Что касается низкодозной брахиотерапии, то в качестве монотерапии она может быть применена у пациентов с клиническими стадиями заболевания Т1-бета-2А с при сумме баллов по глисону 6, причем если в патологический процесс вовлечены менее 50% столбиков биоптата, и при сумме баллов по глисону 7А, 3 плюс 4, если в патологический процесс вовлечены менее 33% столбиков. При исходном уровне ПСА менее 10, менее 50 объем предстательной железы и достаточно высоким баллом по шкале IPSS. Рандомизированных исследований, сравнивающих эффективность брахиотерапии как монотерапии, с другими методами лечения не существует, однако есть работы, где через 5 и 10 лет после брахиотерапии у пациентов при сумме баллов по глисону 6 биохимического рецидива не наблюдалось до 93 и 85% соответственно. Важно отметить, что существует значимая корреляция покрытия 90% объема простаты. При дозе больше 140 ГРЭЙ вероятность биохимического рецидива через 4 года значительно меньше. И важный момент, то, с чем мы сталкиваемся в своей работе, что назначение нео- или одевантной андрогенной терапии не улучшает результаты лечения. Мы сталкиваемся, что онкослужба направляет нам у пациентов, например, на брахиотерапию, которая уже находится на максимальной андрогенной блокаде, а это никак не влияет на результаты лечения. Что касается осложнений низкодозной, то до 22% это задержка мочеиспускания, причем из них почти 9% пациентам требуется выполнение трансуретральной операции, какой-то коррекции. До 19% недержания мочи и до 40% развивается эректильная дисфункция. В небольшом рандомизированном исследовании показано, но, собственно, это хорошо известно, что применение цепочки зерен лучше, чем имплантация отдельных зерен, так как в первом случае меньше вероятность их миграции. В нашей клинике мы используем низкодозную брахиотерапию, ультразвуковой сканер, представленный на слайде, координатная решетка, стабилизатор, степпер, программное обеспечение JetSeat, соответственно, зарядная станция и источники закрытого типа IO-125 фирмы Baby. Мы используем интероперационное планирование, в общем-то, несмотря на то, что это занимает несколько больше времени, однако считаем, что такая методика позволяет более точно провести процедуру имплантации. Еще один метод относительно нового – это криоаблация рака предстательной железы. Гибель клеток при криохирургии достигается благодаря дегидратации, донатурации белка, стазу кроем, последующим тромбозом микрососудистого русла и ишемическим апоптозом. Соответственно, в рекомендациях указано, что используется от 12 до 15 криоигл. Криотерапия может быть применена у пациентов, собственно, тоже локализованной ракой низкого онкологического риска, при ПСА меньше 20, объем предстательной железы до 40 и меньше 7 суммы баллов по глицону. И важно предупреждать пациентов, у которых ожидаемая продолжительность жизни более 10 лет, что существует недостаточно данных об отдаленных результатах лечения рака простаты при помощи криохирургии. Эффект криохирургии основан на эффекте Джоуля Томпсона. Если вкратце, то аргон под высоким давлением при переходе из высокого в низкое давление способен охлаждаться до 183 градусов, а гелий при переходе из высокого давления в низкое способен разогреваться до 70 градусов. В нашей клинике мы используем криомашину, вот эта вся система для криохирургии при облации рака предстательной железы, фирма Галил Медикал, Сиднет криомашина, баллоны высокого давления аргон-гелий, фиброскоп, соответственно, степпер-решетка, система, подогревающая уретру и криозонды, которые позволяют добиться формирования ледяного шара различного диаметра. Операция начинается в фиброцистоскопии, позиционировании ультразвукового датчика и обязательно тестирование криозондов. Мы видим формирование ледяного шара на кончике зондов. Далее криозонды под контролем ультразвука проводятся в предстательную железу, мы проводим три пары непосредственно в предстательную железу, которые используются для замораживания, и четвертая пара в прямую кишку, которая используется исключительно для подогрева, а никогда для замораживания. В двух проекциях, соответственно, в прямой, в продольной и поперечной. Затем выполняется повторная фиброскопия для исключения повреждений уретры и шейки мочевого пузыря. И проводится специальный катетер, подогревающий уретру, который согревает ее до 43 градусов на протяжении всей операции. И проводятся два цикла заморозки под контролем термосенсоров, установленных в прямую кишку и в зону предстательной железы, и контролем ультразвука. Мы видим формирование ледяного шара в поперечном продольном направлении. Это кишка, это ледяной шар, который покрыл всю зону интереса. Еще один метод, который достаточно хорошо известен, это высокоинтенсивная сфокусированная ультразвуковая аблация простаты. Излучаемые преобразователем сфокусированные ультразвуковые волны разрушают клетки благодаря механическому термическому эффекту. Ткани разогреваются до 65 градусов, возникает коагуляционный некроз. Длительность процедуры известно, что в литературе, что за час воздействию подвергается до 10 грамм простаты. Также мы пациентов предупреждаем о том, что существует недостаточно данных об отдаленных результатах лечения рака предстательной железы при помощи хайфу-терапии. И единого мнения насчет концентрации ПСА, свидетельствующего о биохимическом рецидиве, нет. Так, показатели Штутберг-критерий, Надир-ПСА 1,2 нанограмм, и Феникс-критерий ПСА плюс 2 нанограмм на миллилитр. Данные рекомендации Европейские ассоциации. Хайфу, в отличие от всех остальных методик, это бесконтактная деструкция ткани-мишений. Нет необходимости функции кожных покровов и опухоли. В нашей клинике самый большой опыт применения высокоинтенсивного фокусированного ультразвука с 2002 года, это более 14 лет, пролечено более 1200 пациентов. Пролечение проводилось на аппарате Аблатем фирме ЭДА. И результаты, которые мы неоднократно представляли, что более 80% пациентов с низким онкологическим риском имели негативные биопсии после первого сеанса кайфу и после двух сеансов до 91%. Соответственно, 78-75% у пациентов с средним и высоким онкологическим риском. Что касается безрецидивной выживаемости, то пятилетняя безрецидивная выживаемость в группе низкого риска составила почти 86%, 80-75% с умеренным и высоким риском и достаточно высокий процент общей выживаемости. Мы столкнулись с рядом осложнений, это недержание мочи, которые в легкой степени продолжалось около месяца, это 13%, воспалительные изменения до 99% у пациентов и рубцовые изменения простатического уретра, которые требовали коррекции какой-то трансуретральной, больше 16%. Еще один экспериментальный новый метод это необратимая электропорация или нано-нож, которая заключается в механизме апоптоза, в отличие от всех остальных термических методов. То есть под воздействием электрического поля в клетке увеличивается ее проницаемость, возникают нано-поры, которые запускают механизм естественной гибели клетки и, собственно, опухолевые клетки погибают. Если обратиться к клиникул-трейлз, то всего 6 исследований зарегистрировано, лишь одно завершено, посвящено безопасности методам. С 2011 года FDA разрешила к применению в США, в 2014 году в Российской Федерации данная методика была зарегистрирована. В нашей клинике мы используем вот аппарат, собственно, представлен, сама машина, генератор, зонды, педали генератора. Также, собственно, знакомый в РАХИ-степпер координатная решетка, проводятся зонды в интересующую нас область и проводится электропорация, создается электрическое поле под постоянным мониторингом с помощью трансректального ультразвука. Не существует большого количества исследований. Впервые в 2010 году ОНИК с авторами опубликовали работу по необратимой электропорации. Это единственный нетепловой метод, который не повреждает стерамальные структуры, который содержит коллаген, то есть то, что нам интересно, это сосуды нервы. И удаление продуктов разрушения клетки происходит в результате естественных процессов в организме. И достаточно хорошо пациенты переносят эту процедуру. Из противопоказаний это нарушение ритма, наличие кардиостимулятора, перед проведением его необходимо или отключить, или перенастроить, уритральный стенд, который необходимо или удалить, удалить перед операцией, ну и по понятным причинам отсутствие прямой кишки. Но для того, чтобы этот метод стал приемлемым для лечения ракопредставительной железы, необходимы, конечно, дополнительные исследования, направленные на специфические для ткани настройки устройства, протоколы аблации и дальнейшую оценку результатов, самое главное завершенное исследование, ориентированное на отдаленные онкологические результаты. Еще один экспериментальный метод это лазерная термокоагуляция или фототермальная терапия, лазерная интерстициальная терапия, лазерная аблация. Представляет собой процесс разрушения целевого участка ткани с применением сфокусированного пучка электромагнитного излучения, испускаемого лазером. В Лондоне в этом году представлена была такая система, собственно, ультразвуковой аппарат, степпер, координатная решетка и, собственно, сам лазер, вот волокно. В литературе мы, конечно, нет большого количества, видите, всего единичные исследования, и у Теодоровича Олега Валентиновича мы видели исследование, где он использовал лазер для фокальной терапии на 30 пациентах, самый большой опыт. В 2015 году вышел большой систематический обзор с метанализом, который сравнивал аблативные методики с радикальной простатектомией, с наружной ночевой терапией. Как видим, это 41 исследование по брахитерапии, КРИО-19 исследований, высокоинтенсивный ультразвук 21, и большое количество достаточно пациентов, 26 тысяч, 4 тысячи, 4, 12 тысяч, 19 тысяч. То есть достаточно большой материал. И, собственно, краткие выжимки, это то, что биохимический рецидив, согласно этому метасистематическому обзору, через год после КРИО-аблации вот 4 тысячи пациентов, у 5,4%, после ХАЙФУ 21%, брахитерапия 0,3%, и простатектомия 7,3%, и 1,3% после наружной лучевой терапии. Через 5 лет ситуация несколько меняется, 24% КРИО, 34% ХАЙФУ, 7% брахитерапия, и 11,13% соответственно простатектомия и наружная лучевая терапия. Что касается осложнений, то наиболее частые осложнения это недержание мочи, эректильные дисфолкции, стриктура уретры, задержки мочеиспускания, изурии. Через год наблюдений после КРИО-хирургии до 3%, ХАЙФУ 10%, 27% при брахитерапии, 66%, это средние цифры все приведены, 66%, 5% после наружной лучевой терапии. Эректильная дисфункция через год 18% КРИО, 23%, 28% соответственно ХАЙФУ брахитерапия, простатектомия около 33%. Задержка мочеиспускания не такой частой, под 10% после высокоинтенсивного утрозвука самые высокие показатели. В нашей клинике благодаря нашему реактору Петру Витальевичу Глыбочка создан уникальный центр лечения рака предстательной железы, который в своем арсенале имеет как лапароскопические методики, роботосистированные, так и, собственно, малоинвазивные технологии, о которых сейчас шла речь под руководством профессора Александра Анатольевича Моссова, присутствующего профессора Рапокворта. Собственно, все вот эти вот методики мы использовали с 2002 года. ХАЙФУ, КРИО, простаты мы стали использовать с 2016 года, пролечено более 27 уже пациентов на сегодняшний день, низкодозную брахитерапию тоже с 2016 года, пока не очень много пациентов у нас, и необратимые электропорации, о которых говорили, около 6 пациентов. Ну, о каких-то результатах наших еще пока рано говорить, но надеемся, что в ближайшем будущем мы их представим. Спасибо за внимание.